Будучи председателем, я пошёл к Путину. Мы же говорили не о театре моём, мы говорили о театрах страны, могли говорить о том, как тяжело, в основном, все мои встречи были, в основном, как тяжело живётся пенсионерам и вообще людям, сделавшим очень много для искусства, и потом живущим на своей пенсии, пожилым актёрам. И вот у меня была вторая или третья встреча с ним, и я ему говорю об этом, о том, что нету ни пенсии, нету достойных, нету никакой поощрительной, что ли, заслуги, а многие оказались просто, знаете, как принято говорить, работающий актёр, но он не работает в театре, потому что выгнать его нельзя, потому что иначе он просто уйдёт на свои 14 тысяч, 15 тысяч. И практически прожить кислород. Человек, сделавший очень много для искусства. Говорю я, называю фамилии. Вот невинный Слава был тогда жив. Вот Коля Караченцев. Он говорил, вот, и он говорил, ну, надо что-то придумать, ну, говорит Путин, надо что-то придумать, но сейчас я пока не знаю, ну, давайте вот, сколько таких народов, я не знаю, ну, давайте мы с вами встретимся и обдумаем это. Дальше, до свидания, до свидания, я ухожу. И иду по коридору, в Кремле иду по коридору, и вдруг слышу сзади топот. Бежит секретарь и говорит, Александр Александрович, вас, Владимир Владимирович, просят вернуться. Я думаю, чего вернуться? Думаю, что я там, очки забыл, что ручку забыл, что мне... Что, что, почему, зачем вернуться? Я вхожу, здрасте, запыхавшись, вхожу, здрасте. Он говорит, вы знаете, я, Александр Александрович, подумал, вот такого-то числа я буду в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре, там, открытия, что-то, каких-то дней. Давайте так, только вы пока никому не говорите. Такого-то числа я объявлю о помощи вот этим народным артистам. Мы выделим творческим союзом, а я хотел просить за свой союз, мы выделим определенную сумму для неработающих, пожилых актеров, которые находятся в тяжелом положении. Только вы никому не говорите, я это сделаю, сам объявлю, там, такого-то числа, 15-го, там. Вот поверьте мне, сам находясь в кабинете, или у себя в театре, или в союзе театральных деятелей, я очень хорошо знаю, что такое уже шкура чиновника. Я подумал, искренне говорю, вот за это время, пока я шел по коридору, видимо, что-то проникло, видимо, что-то осело, видимо, о чем-то Путин подумал, видимо, что-то произошло, что человек за это время решил этот вопрос. Вы знаете, это дорогого стоит. Вы со своими друзьями, коллегами в неформальной обстановке, там, за рюмкой чая, спорите о политике, о том, что... Ну, не то, что о политике, а вообще о том, что происходит в стране, или стараетесь избегать таких тем? Все время. И о чем в основном разговор? То есть, что в центре внимания? Ну, последнее обсуждение, это вот эти 11 декабря, то, что произошло на Манежной площади. И какие ощущения, что народ говорит, что вот ваши друзья, коллеги, то есть, какие настроения? Ну, настроение... Ну, разбираете, знаете, как все-таки это же мы анализируем, что... что долгое молчание, долгое невнятное... Ну, так, я суммирую. Долгое невнятное действие, или, вернее, недействие властей, привели к этому. Все, что угодно можно говорить о национализме, об экономике, о модернизации, инновации, ну, о проблемах я имею в виду, о коррупции, там, и прочее, прочее. Но в основе всего я глубоко убежден это отсутствие культуры. Глубочайшее убеждение. Не может порядочный, культурный человек быть националистом. Не может быть. Культура. Хотите театральные, книги, выставки, концертные залы. Вот культура. Ничего больше. Вы знаете, и уже мы многое можем оставить за скобками. Продолжение следует... Продолжение следует...